первоначально у нас появилась идея концов света постоянно который происходит и мы подумали кто может быть нашим персонажем которые наполняют эту историю которые двигают и которые сделают и интереснее и нам бы о которых захотелось бы рассказать и первым персонажем появился оливер он был собирательным образом на основе нас мы задали себе вопрос чем мы занимались если бы наступили концы света наши концы света сми оливер стал этим ответом мы бы смотрели сериалы и смотрели фильмы галя игр виде так появился оливер и мы начали придумывать что же такого интересного в нем и не по что это может перерасти и нам сразу показалось что оливер это персонаж который живет в своем внутреннем мире он настолько поглощен что не замечает того что происходит но и оливер наделен такими качествами как чувство юмора и он привносит комедию в историю и за ними интересно наблюдать об этом еще мало кто знает но однажды до концов света родители оливера ушли из дома и больше не вернулись он не знает почему искал ответы этот вопрос но не нашел внутри себя да и единственная реакция была создать свой внутренний мир и он ушел полностью туда и выходит оттуда только в начале первого выпуска когда он идет к телевизор нам хотелось отразить весь его характер в его внешнем виде чтобы вы когда увидели персонажа сразу получили какое-то первое впечатление о том кто он такой и его одежда его внешний вид довольно противоречивый он в синем батнике что довольно такое пассивный синий цвет говорит о том что он не очень много двигается при этом у него яркие рыжие волосы говорят о его решительности о том что в нем все-таки есть потенциал также конечно в том что он носит батник много говорит о том что он входит в домашнем чем-то таком в свободном простом удобно комфортно плюс игорь придумал специальные символы на батнике вот мы тоже в батниках придумал специальные символы которые обозначают рост то есть семечко если вы посмотрите у него такое своеобразное на передней части батника и это говорило о его потенциале и о том что персонаж по мере развития сюжета будет перерастать в нечто большее в лучшую версию оливера ну и сзади такой своеобразный схематический грецкий орех о том что он довольно закрыт и находится в своей какой-то скорлупе на начало истории и оливер сначала предстоит таким ленивым персонажем и с другой стороны мне казалось что это все таки немножко если говорить честно немножко такой взгляд на современного подростка который немножко замкнут в себе из-за интернета из-за игр из-за сериалов и живет в каком-то таком немножко собственном мире и оливер как раз хорошо представляет такую категорию людей и поэтому мне казалось многие увидят в нем себя такого персонажа рассказать что да надо рассказать про него и что оливер не останется таким до конца он будет меняться но самые его сильные качества они раскроются и сделают его еще интереснее еще веселее да не пропусти следующие концы света подписывайся на нас там где удобно тебе все полезные ссылки мы оставили под этим видео и Субтитры создавал DimaTorzok